Как всегда в воскресенье вас ожидает свежий выпуск новостей MMORPG за неделю. Сегодня поговорим про слив геймплея и грядущие подробности Tron & Liberty, добавление русского языка в Tower of Fantasy, очередные проблемы, правда, с толикой позитива в CorePunk и многом другом. Не забываем подписываться на канал, меня зовут Мадлер, это портал GoHaru и мы начинаем. В свете последних событий, когда становится все сложнее покупать и продавать в цифре, как никогда ранее актуальным будет вопрос, где мне все это делать? Есть ли такое место, где я бы мог без лишней суеты и с выгодой для себя на постоянной основе приобрести или продать все, что необходимо? И правильный ответ? Конечно есть. Цифровой маркетплейс для геймеров DIVMARK это площадка, где вы без проблем сможете обзавестись игровыми ключами, софтом, геймпоинтами, игровой валютой, и картами пополнения на интересующие вас платформы, найти множество предложений, ориентированных на конкретный продукт. И все это с доступностью в пару кликов и без проблем с оплатой картами для пользователей из РФ. Цифровой маркетплейс для геймеров DIVMARK, предложение на злобу дня, от которого нельзя отказаться. Регистрируйтесь по ссылке в описании и закрепленном комментарии и не забывайте вводить промокод GOHA. Лишние 10% скидки на самом деле никакие не лишние. На российские серверы культовой MMORPG Perfect World было установлено крупное контентное обновление «Возвращение героев». Игроков ждут новые гильдейские испытания, измененный редактор простых моделей персонажа, новинки в магазине, переработка арены Авроры, новые истории в хрониках героев, а также система для вернувшихся игроков «Путь героя». Гильдиям необходимо дать отпор генералу Ся Фэн, пройдя семь подземелья ущелья страданий, а также принять участие в ивентах «Ритм гильдии» и «Запретное учение». В качестве награды ежедневно можно получить камни доблести, которые обмениваются на ценные предметы. Вернувшиеся в идеальный мир игроки получат много достойных подарков, в том числе благословения на увеличение опыта, духа и духовное знание. А для всех игроков издатель подготовил специальный промокод, активировав который вы получите очень много ништяков. Релиз обновления 6.3 под названием «Guts Reveal Lens Tramble» для популярной MMORPG Final Fantasy XIV состоится 10 января 2023 года. Новая версия принесет в игру довольно большое количество свежего контента, на котором нам еще раз напоминают в новом трейлере грядущего обновления. Игроки увидят новые квесты для основного сюжета игры, а также большое количество дополнительных квестов, в том числе и из всеми любимой квестовой ринейки Хильдебранта. Ожидается добавление в игру нового оружия, новых квестов Трайба, новых испытаний, а также нового данжа, который уже захватил умы фанатов игры. Боевая система MMORPG The Elder Scrolls Online не является одной из ее ярких особенностей, но она предлагает игрокам большую свободу, когда дело доходит до создания различных билдов. Согласно последнему блогу разработчиков Zenimax, это именно то, к чему они стремились, когда разрабатывали ее. По словам студии, они смогли изменить представление и принципы дизайна боевки в жанре MMORPG. Разработчики сказали, что помимо предоставления игрокам гибкости и свободы настраивать свои сборки в соответствии с собственным стилем игры, они также сосредоточились на том, чтобы сделать бой более активным и динамичным, и дать игрокам ощущение мастерства, сохраняя при этом его соответствие знаниям и механике The Elder Scrolls. Ранее ожидалось, что обновление Alpha 3.18 для Star Citizen станет доступно уже в текущем году, но сюрприз-сюрприз, теперь разработчики опубликовали пост в блоге, где заявляется о релизе новой версии в январе 2023 года. Никто, конечно же, такого не ждал. При этом все игроки Star Citizen смогут опробовать новый контент версии Alpha 3.18 на тестовом сервере вроде как уже на этой неделе. CCP Games подвела итоги 2022 года для EVE Online и опубликовала специальный видеоролик с многочисленными статистическими данными о том, чего достигло сообщество игры. Помимо нового расширения, которое принесло новые корабли и изменения в противостоянии фракции, для EVE Online появился первый испаноязычный клиент, был переработан контент для новых игроков и многое другое. Среди других важных событий ряд технических особенностей, которые были разработаны для улучшения сенсорных ощущений игроков. В том числе ряд изменений, направленных на снижение нагрузки на систему игроков, а также на создание в целом более плавной игры, которая позволит не отвлекаться. Одним из таких изменений является новая система приоритетов звука, которая усиливает звуки, имеющие отношение к происходящему, снижает нагрузку на процессор вашей системы и проясняет аудиокартину на поле боя. Как уже упомянули, выкатили очень интересную и впечатляющую статистику за год, с которой можно ознакомиться по ссылке в описании, по причине того, что я таких цифр даже не выговорю. Сейчас, когда сезон World of Warcraft Dragonflight набирает обороты, компания Blizzard объявила подробности Arena World Championship 2023 и Mythic Dungeon International, а также рассказала о работе над улучшением Соло-арен. В 2023 году Arena World Championship будет состоять из двух полных сезонов, которые будут привязаны к сезонам самой игры. В каждом из этих двух сезонов будет проводиться гранд-финал с призовым фондом в 300 тысяч долларов. Первый сезон Dragonflight уже начался, и европейские и североамериканские команды могут зарегистрироваться, чтобы принять участие в соревновании. После того, как будут сыграны все отборочные матчи, по четыре лучших команды каждого региона встретятся весной во время гранд-финала сезона 1. Что же касается Mythic Dungeon International, то мероприятие пройдет в феврале 2023 года, а другой турнир под названием The Great Push, который также посвящен эпохальным подземельям, пройдет весной 2023. Когда речь заходит о соревновательном аспекте World of Warcraft Dragonflight, одним из новейших способов состязаний является соло-арена. Этот режим дебютировал в первом сезоне Dragonflight, после того, как в прошлом году появилась версия без рейтинга. Команда игры работает в нескольких направлениях, одно из которых – долгое время ожидания в очереди для ДПС игроков. Русскоязычная версия MMO-RPG Lost Ark получила крупное обновление «Непогода» отменяется, а с новыми ивентами, классом, системой для новичков и другими изменениями. Новым классом является Аэроман, ставший вторым для Архетипа Творец. В качестве оружия у него выступает зонтик, который является ножнами для клинка. Также этот класс владеет магией погоды, с помощью которой может призывать ураганы, снег и воду. Система под названием Moco Compendium предоставит различные отдельные задания, за которые можно получить знания и полезные предметы для развития героя. Она доступна для новичков в первые 90 дней, а также игрокам с рейтингом снаряжения до 1445-го. Среди прочих изменений стоит отметить старт двух новых ивентов, возможность улучшить репутацию с Азекиелем и Беломорту, куча новых функций в поместье, хранилище образов для питомцев и склада, ослабление боссов без Ника и Ангел и возможность поделиться информацией о трофее в чате через Shift-PKM. Также были внесены балансные правки для некоторых классов и проведена небольшая корректировка в локализации. И напоследок, в честь выхода обновления «Непогода отменяется» разработчики делятся промокодом, активировать который можно по ссылке в описании. Действовать будет до 25 января 2023 года. Star Vault порадовала игроков Mortal Online 2 крупным обновлением. В игру были добавлены специализации Beast Mastery, а также ряд изменений, включая новую погодную систему, о которой было рассказано несколько недель назад. Beast Mastery должна вывести внутриигровые возможности на новый уровень. Питомцы получили новый ресурс под названием «Фокус», который увеличивается по мере участия зверя в боях, а также за прокачку специализации игроком. Приручение животных в дикой природе теперь носит стратегический характер. У большинства существ, которых игроки могут приручить, будет 4 навыка питомца, каждый из которых требует затрат фокуса. Погодная система — еще одно крупное дополнение последнего патча. Такие эффекты, как дождь, снег, туман, ветер и другие, будут циклически повторяться на всем сервере. Это гарантирует, что погода будет влиять на всех одновременно и может потребоваться некоторое время, чтобы ко всему этому привыкнуть. Последнее видео и эпизод Forged in Eternum от команды New World посвящен всем вопросам территории, включая недавние изменения в налоговой системе и тому, что ждет игроков в будущем. Amazon заявила, что приоритетной задачей является работа над балансом. Ранее они представили ряд уровней налоговых ставок, которые зависели от того, насколько ценным была та или иная территория. Теперь в новой системе 4 уровня, на вершине которых находятся такие зоны, как Everfall, Brimstone и Winsworth. Они имеют наивысшую ценность и будут соответственно иметь более высокие ставки. Одной из функций, о которой команда New World говорила на протяжении нескольких месяцев и которая наконец скоро станет реальностью, являются таблицы лидеров. Они также будут связаны с изменениями территории, особенно через ежемесячные и ежеквартальные варборды, которые также будут показывать статистику по удерживаемым территориям. Компания Bandai Namco ранее объявила, что Blue Protocol выйдет на ПК и консолях текущего поколения в 2023 году, после чего информация о релизе для каждой платформы была немного уточнена. ПК-версия Blue Protocol выйдет весной 2023 года в Японии, а анонсированные версии для Xbox Series XS и PlayStation 5 появятся несколько позже. При этом, хотя версия для ПК выходит первой, Bandai Namco не исключает возможности кросс-игры с консолями. Однако финальное решение о том, будет ли в игре полноценная поддержка кросс-платформы, оглашено не было. Этим летом разработчик Etlok Studios объявила переноси на неопределенный срок при альфе предстоящей MMORPG Into The Echo, и теперь студия заявила о своей готовности провести тестирование игры в следующем году. В новом сообщении исполнительный продюсер компании рассказал о двух важных событиях, которые запланированы на 2023 год. Одним из них является запуск специального интерактивного сайта, где любой желающий сможет ознакомиться с лором игры. Другое событие заключается в возвращении к предварительным альфа-тестам после долгого перерыва. Продюсер рассказывает, что за время отсутствия тестов они смогли отказаться от стороннего поставщика и разработали собственную сетевую платформу и серверную часть. Дату проведения новой при альфы разработчики, конечно же, пока не представили. Но, впрочем, если вы хотите стать участником будущего тестирования, то можете подписаться на рассылку на официальном сайте игры. Глобальная версия MMORPG Tower of Fantasy очень скоро обзаведется официальной русской локализацией, о чем сообщают различные источники, а также переведенные на русские постеры. К сожалению, точная дата релиза новой локализации пока остается неизвестной. Ее ждали 22 декабря вместе с выходом версии 2.2, а теперь ждут 23 января, с вероятной версией 2.3. Да, как вы понимаете, 22 декабря ничего не случилось. Но при этом на текущий момент новая локализация уже тестируется в рамках закрытого бета-тестирования. Закрытая бета-версия MMORPG CorePunk снова отложена, но разработчики, по их словам, близки к тому, чтобы завершить работу над ней. Хотя закрытое бета-тестирование не состоится в этом году, команда обещает в скором времени показать новые кадры, чтобы продемонстрировать прогресс. Сделав объявление в официальном дискорде игры, разработчики говорят, что мы увидим игру уже очень скоро. Похоже, на этот раз задержка связана с полировкой и необходимостью дополнительного времени для финальных штрихов. К концу месяца мы хотим поделиться расширенными геймплейными кадрами, посвященными сбору ресурсов, крафтингу и иитимизации. Мы покажем вам 8 профессий в действии, различные виды бонусов и преимуществ, которые они дают. Вы увидите, как CorePunk выглядит и как играется прямо сейчас. А также познакомитесь с открытым миром игры. Компания NCSoft, разработчик и издатель популярных MMORPG, 27 декабря покажет и расскажет больше о своем новом продукте Tron & Liberty. Трансляция начнется на официальном YouTube-канале в 10 утра по московскому времени. Во время ивента креативный директор представит ключевое направление развития игры, а главный директор по управлению развитием вместе с продюсером и директором по дизайну раскроет неозвученные ранее подробности. А тем временем, если вы были не в курсе, недавно произошел слив геймплея ранней версии Tron & Liberty, причем не без помощи, скажем так, ру-комьюнити. Сразу скажу, особо утешительно бы ничего показано не было, выглядит игра максимально вторично. Ну а если хотите больше подробностей, welcome смотреть наше видео, посвященное сливу. Вот вам на него подсказка, если пропустили. И это все новости о ММО и РПГ на неделе. Не забываем поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Матлер, это портал Гоха.ру, еще услышемся. Субтитры сделал DimaTorzok